О, это! Ты куда прёшаешь? Ты шо это Lego купила, ездит не купила? Ой, Жора! Валерич! Я тебя не узнал! Здорово! Так, щас, ну и ковиды давай вот так, без пацучков! Шум и как жизнь, сам как? Какая сам как? Танилы, ты сам как? А, твоя нормальная устройство на высокооплачиваемую работу, вот могу себе все позволить, хожу тут, затариваюсь по чуть-чуть. Ага, конечно. А что думаешь, ты один такой? Я тоже, между прочим, не перфоратором делом. Я в этом магазине вообще как VIP клиент, хожу постоянно. Ага. Ну а шо, это ты на куматрею насобирал полную тележку, да, с трюк? Какая куматрея, Жора! Да так чисто вечером посидеть, зубы запачкать, расслабиться, короче. Тебе плохо не станет такого количества. Эй, Фруцика, это же элитный алкоголь, понимаешь? От него бывает плохо только тем, кто его не пьет. Тем более я не сам буду. Я вот взял, смотри, немного виски для своей киски. Вот взял Рома, для брата Ромы. Ну и, конечно же, текила для себя, для дорогого человека. Понял? Что ты заливаешь мне мне свой смен в уши? О чем ты говоришь, у тебя? Ты раньше бекон от бакона не мог отличить, какая элита, алкоголь, где ты, где элита, капец. Вот тебя вижу тоже с баблом вообще тяжело, да? Ты раньше ты пил шампан-материал, а ты перешел на шампунь-материал, да? Что с тобой? Что ты говоришь? Я вообще-то успешный человек, я слежу за гигиеной, в отличие от некоторых, понимаешь? Эй, гигиена она, ой, где ты, где гигиена? Ты же гелем для душа моешь душ, какая гигиена она? И что? Зато у меня душ есть, в отличие от тебя, понял? Они в тазике, как обычно, наверное, моешь все. И что? Зато я могу этот тазик наполнить конькой с колом, понял? А ты чем моешь похвастаться, а? Чем? Чем? У меня вот есть этот новый антиперспирант, понимаешь? Два пшика, и ко мне летит любая чика, и тебе повезло, я тебя помечу своей меткой. Жору, понимаешь? Все, ну, теперь ты уже крутой, не благодари. В отличие от тебя, мне эти антидепрессанты вообще не нужны. На меня телочки и так слетаются, как комарики на сладкую попку, понял? Слушай, Жора, ну так чисто ты не подумай по-пацански, а вот это тебе зачем? Да, сюда, зачем? Ты бы не поймешь все равно. Пока ты занимаешься тут болтологией, у меня нефтная ферма, у меня из всех скважин нефть бьет, понимаешь? Я вот этими штуками скважины закрываю, чтобы она не выходила, понимаешь? Уже не успеваю продавать ей, деньги некуда складывать. Слушай, ты мне заливаешь тут, выливается у тебя. Где ты нефть нашел? Где, где? На огороде у тебя у меня нефть там. У меня раньше лук там рос, а я нечаянно копнул чуть глубже, и нефть стала расти, понимаешь? Все, я так и назвал свою ферму. Лук ойл, понимаешь, и все. Что тебе, вы, учись, лайфхаки, вы, лайфхаки. Когда есть и нефтяная скважина, жизнь налажена, понятно тебе. Ну ладно, допустим. Так, а зачем тебе столько крема для кожаного? Положи на место и зачем. Блин, тебе никогда не понять такую богатую жизнь, как у меня. У меня вся мебель дома кожаная, вся ей, даже холодильник. Я покупаю крем лучше, бля, чтобы ее мазать, чтобы она была мягкая и шелковистая, понимаешь? Ну ты ведь, до сих пор, наверное, на стене спишь. Короче, у меня нет времени, нет времени, мне надо идти работать ей. Вот ты тут стой сам, да. Ой, иди, иди, зарабатывай на жизнь, чтобы хоть как-то дойти до статуса уважаемого человека. Что ты там блеешь? Что ты там промочалась, как мыхать? Пожалуйста, не надо, если свою шерсть лить, подпрыгиваешь. Что ты прыгаешь? А прыгни до моего старта? Так, я не понял. Жора, Валера, первый день, и вы уже нарушаете. Товар не расставлен, вы без формы. Дико извиняюсь. Это ошибка вышла, небольшая ошибочка. Будет быстро. Твой отдел, вообще я не понимаю, что ты делаешь. Он через два ряда. Понял, всё, я вот убегом. Я не понял. Всё, всё, аккуратно расставляй.